Здравствуй, мой друг. Очень хорошо, что ты пришел. Проходи, располагайся поудобнее, расслабься и слушай. Сегодня мы читаем рассказ Антона Павловича Чехова «Размазня». На днях я пригласил к себе в кабинетку и ранку моих детей Юлию Васильевну. Нужно было посчитаться. «Садитесь, Юлия Васильевна», — сказал я ей. «Давайте посчитаемся. Вам, наверное, нужны деньги, а вы такая перемонная, что сами не спросите. Ну-с, договорились мы с вами по тридцати рублей в месяц». «По сорока?» «Нет, по тридцати. У меня записано. Я всегда платил куверангам. По тридцати. Ну-с, прожили вы два месяца?» «Да. Два месяца и пять дней. Ровно два месяца. У меня так записано. Следует вам, значит, шестидесят рублей. Вычесть девять воскресенье. Вы ведь не занимались сколько-либо воскресеньем, а гуляли только. Да и три праздника». «Юлия Васильевна вспыхнула и затеребила оборочку. Но ни слова. Да и праздника. Далой, следовательно, двенадцать рублей. «Четыре дня Коля был болен и не было занятий. Вы занимались с одной только Варей. Три дня у вас болели зубы, и моя жена позволила вам не заниматься после обеда». «Двенадцать семь. Девятнадцать. Вычесть. Остается сорок один рубль. Верно?» «Левый глаз Юлии Васильевны покраснел и наполнился влагой. Подбородок ее задрожал. Она нервно закашляла, засморкалась. Но ни слова. Под Новый год вы разбили чайную чашку с блюдечком. Далой два рубля. Чашка стоит дороже. Она фамильная. Но бог с вами. Где наша не пропадала?» «Потом, по вашему недосмотру, Коля полез на дерево и порвал себе сюртучок. Далой десять. Горничная тоже, по вашему недосмотру, украла у Вари ботинки. Вы должны за всем смотреть. Вы жалование получаете. «Итак, значит, дало еще пять. Десятого января вы взяли у меня десять рублей. Я не брала, шепнула Юлия Васильевна. Но у меня записано. Ну пусть. Хорошо. Из сорока одного вычесть двадцать семь. Остается четырнадцать». Оба глаза наполнились слезами. На длинном хорошеньком носике выступил пот. «Бедная девочка. Я раз столько брала, сказала она дрожащим голосом. Я у вашей супруги взяла три рубля. Больше не брала. Да. И жить. А у меня и не записано. Дало из четырнадцати три. Остается одиннадцать. Вот вам ваши деньги, милейшая. Три, три, три. Один и один. Получитесь». «И я подал ей одиннадцать рублей. Она взяла и дрожащими пальчиками сунула их в карман». «Мерси», — прошептала она. «Я вскочил и заходил по комнате. Меня охватило злость». «За что же мерси?» — спросил я. «За деньги». «Но ведь я же вас обобрал, черт возьми. Ограбил. Ведь я украл вас. За что же мерси?» «В других местах мне его все не давали». «Не давали. И не мудрено. Я пошутил над вами. Жестокий урок дал вам. Я отдам вам все ваши восемьдесят». «Вон они, в конверте, для вас приготовлены. Но разве можно быть такой кислятиной? Отчего вы не протестуете? Чего молчите? Разве можно на этом свете не быть зубастой? Разве можно быть такой размазнёй?» «Она кисло улыбнулась, и я обращал на её лице. Можно?» «Я попросил у неё обращения за жестокий урок и отдал ей к великому её удивлению все восемьдесят. Она робко замерзикала и вышла. Я поглядел её вслед и подумал. «Легко на этом свете быть сильным». Вот и закончился наш сегодняшний вечер, дорогой мой друг. До свидания. До следующей встречи.